Елена Петровна сказала, все, хватит, мне такие уроки больше не нужны. Увидел я Татьяну Романовну без маски на рабочем месте. Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Ну, фамилию скажите. Фамилия персоны Булгак. Хорошо, ожидайте в коридоре. Жду. То есть они всех заставляют, а сами без масок работают. С утра съездил, я ознакомился с материалами дела. Мимо рамки не пустили, без маски не пустили, Кельджанова не видел. Попался нормальный пристав. Так, почитал немножко про индосамин. Ну и, соответственно, с обратной стороны крест и индосамин без оборота на меня. В общем, там футбол был еще тот, где предусмотрено лишение свободы до одного года. Вот это о чем говорит? Они, скорее всего, опасались индосаминную надпись без оборота на меня. Ну, смотри, как боятся. Они боятся, что у меня там регистрации не будет. Тогда у них это дело вообще не пройдет, никакой оплаты. Я говорю, вы что, куда пошли-то? Ну и все, он дело забирает, уходит. Я говорю, э, куда? Стой. Что за беспредел-то? Чего? Это что, угроза, что ли? Да какая угроза? Я говорю, покажу вам, где написано, вы говорите, какое основание. Если я захочу. Реально опасались, что я что-то сделаю с этим делом. Вышел, сказал, она дала добро. И вот она, это дело, поставила резолюцию. Ознакомить? Ни слова об услугах. То есть, они не хотят вживую общаться. Поле мертвых. И сани на все. Рассмотреть порядки упрощенного производства. То есть, без участия сторон. Прави вести свои дела в суде лично. Причем, сами определили без суда. В соответствии с обычаями. Есть такой обычай. Платить за ЖКХ, что наносит ущерб зданию. При том, что у них выручка 3 миллиарда в год. Не специальный счет. А некий 407. Доверенность тоже ни о чем. Заверено неизвестно кем. Сами себе заверили. Здесь вообще какая-то матрица непонятная. Персона не найдена. Ну и закрыл эндосамент там живой мужчина, хозяин меня, Антон. Ни подпись, ни роспись не оставил. Приняли. И в этот же день король Елену Петровну отправляют в отпуск. Как это понимать? Наказали Елену Петровну? Или с глаз долой? Ой, блин, забыл ты Елене Петровне зайти. Все в порядке? Целость и сохранность? Ничего не поровно? Все целое? Благодарство. Всем привет. Сегодня 11 января 2021 года. С утра съездил так называемый Мировой суд в городе Сургут. Я знакомился с материалами дела. Не хотели знакомить. Мимо рамки не пустили, без маски не пустили. Пришлось этот шарф свой одеть. Кельджанова не видел. Попался нормальный пристав, который сам сходил сначала в 10 участок. Там оттуда вышла женщина, сказала, что вам на самом деле в шестой участок. В общем, меня пропустили в шестой участок. Я туда пришел, мне говорят, дело типа не готово, мы только первый день работаем. Увидел я Татьяну Романовну без маски на рабочем месте. При этом она общалась то ли с прокурором, то ли с полицейским. То есть они всех заставляют, а сами без масок работают. В общем, меня отправили в 108 кабинет, якобы в канцелярию. Я им сказал, что я три дня назад отправлял волеизъявление на ознакомление. Отправили в 108 кабинет, в канцелярию. Канцелярия закрыта. Повезло, что там девушка разбирала корреспонденцию. То есть к ним там весь коридор заставили, три тележки. Здоровенные такие тележки. То есть к ним вся корреспонденция за эти 11 дней приехала сегодня. И они ее разбирали. В общем, я с этой девушкой поговорил. Она меня зарегистрировала. Я успел уже написать вот такое волеизъявление от руки. Тоже с таким же текстом, что отправил три дня назад на электронный адрес почты. Так, почитал немножко про Индосамент. Выяснил там одну особенность, что та роспись, которая ниже всех находится, имеет ключевое значение. Ну и соответственно с обратной стороны крест и Индосаментная надпись. Без оборота на меня. В это время девушка с канцелярии распечатала с электронной почты моей воли Зелени. И мы поднялись обратно в этот кабинет. В общем, там футбол был еще тот. В общем, мне сказали, что ожидайте, сейчас это дело будет готово. Когда я зашел, там был этот пристав Герасимов, который попытался у меня там телефон то ли отнять, то ли что он хотел. Короче, он говорит, не снимайте меня, на меня камеру не направляйте, вы любитель снимать, все такое. И тут же мне начали это, положили дело на стол и вот такую подписку. Так, я предупрежден об уголовной ответственности по части 1 статьи 325 УК РФ, где предусмотрено лишение свободы до одного года. О как. Так, знакомиться с материалами дела, у нас теперь уголовное преступление. За похищение, уничтожение, повреждение официальных документов, совершенные из корыстной или иной личной заинтересованности. Чего они этим хотели сказать, я не понимаю. Я впервые вот такую расписку, эту, подписку увидел. Никогда мне ответственность по уголовной статье не подсовывали. Вот это о чем говорит? Что они опасались, это явно было никак не связано ни с похищением, ни с уничтожением, ни с повреждением. Тут вопрос. Они, скорее всего, опасались индосаммитную надпись, без оборота на меня. То есть я, по идее, мог достать ручку у меня и быстренько написать там это. Но я не собирался этого делать, но я предполагаю, что именно этого опасались, что не опасались индосаммитной надписью. Что я напишу там без оборота на меня. Тогда у них это дело вообще не пройдет, никакую оплату. Герасимов у меня спросил, вы, говорит, отказываетесь подписывать. Я говорю, я не отказываюсь. Я говорю, я не хочу. И вообще это не предусмотрено. Короче, он начал там возмущаться. Он взял дело и начал выходить. Я говорю, вы что, куда пошли-то? Что за беспредел-то? В общем, он сходил, Татьяне Романовне, и вышел, сказал, она дала добро. В общем, не нужна никакая расписка. И вот оно, это дело. Оказывается, это не за оплату услуг ЖКУ, а взыскание задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Вот как. И поступило оно, оказывается, 22 декабря, а не 28. Вот то самое выразделение, которое я писал три дня назад, на ознакомление с материалами. Никак его не подписал, и даже не расписался. Просто написал. Отправил по электронной почте. Живой мужчина, хозяин имени Антон. Все. Что сделала якобы судья, Татьяна Романовна? Поставил резолюцию. Ознакомить. Так, это история. 22 поступило. 22, 28 вынесено определение о принятии искового заявления. Назначено на 12 февраля 2021 года. Так, это опись. Это само определение о принятии искового заявления к производству. Обзыскание задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Ни слова об услугах. Вот тут то же самое. Обзыскание задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Ссылки на гражданский кодекс. Ни слова о жилищном кодексе. И тут оно напишет, что подлежат рассмотрению в порядке упрощенного производства. То есть они не хотят вживую общаться со мной. Они переводят все в поле мертвых. В писанину все. Гражданский кодекс. Гражданский кодекс. Определил. О взыскании задолженности за содержание и ремонт жилого помещения. Ни слова об услугах. Так, рассмотреть порядки упрощенного производства. Предложить истуя ответчику урегулировать спор самостоятельным путем примирения. Хотя никаких продолжений не поступало. Так, а вот дальше идут ограничения. До 21 января предоставить доказательства, а возражения до 12 февраля. То есть осталось буквально 10 дней на то, чтобы предоставить все доказательства. Разъяснить сторонам, что суд рассматривает дело в порядке упрощенного производства, без вызова сторон, после истечения сроков для предоставления возражений и документов. Исследует изложенное объяснение. И принимает решение на основании доказательств, предоставленных в течение установленных сроков. То есть без участия сторон. Дальше разъясняются какие-то права. Первый раз вижу, чтобы в определении разъясняли права. Ну, кстати, тут некоторые подсказки есть. Возможно, Татьяна Романовна делает подсказки, на что можно опираться. Вот опять же, в упрощенном режиме, и тут же пишет, что граждане вправе вести свои дела в суде лично вправе. Так, копия настоящего определения, направить сторонам. Ну и приписка, пишите письма на электронный адрес. Так, это само исковое заявление. Долг тут они определили 24-059. Причем сами определили, без суда. Вот тут они пишут. Булгаков Антон Николаевич зарегистрирован по адресу такой-то, является собственником данной квартиры. Да не собственником. Имеет право собственности или является собственником. Тут они почему-то начинают на жилищный кодекс ссылаться. Жилищный кодекс. И тут же переключается он на гражданский кодекс. И приводит очень интересное основание. Обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательств и требований закона и иных правовых актов о присутствии таковых условий и требований в соответствии с обычаями и иными обычно предъявляемыми требованиями. Указанные требования ответчик не исполняет. То есть у нас есть такой обычай платить за ЖКХ. Тут же не вспоминают про судебный приказ, что он был отменен. В связи с тем, что ответчик систематически нарушает платежную дисциплину. Это наверное федеральный закон такой называется. Платежная дисциплина, да? А именно не оплачивает в соответствии с требованиями закона своевременно и в полном объеме. Начисление за оказанные жилищно-коммунальные услуги. О, услуги какие-то появились. Так, за март и июль. В результате неоплаты ответчикам обязательных платежей за содержание и ремонт жилого помещения. И тут появляются некие коммунальные и прочие услуги. Получается, тему ЖКХ надо переименовывать в ЖК. ЖКПУ. Управляющая организация не в состоянии осуществлять в полном объеме содержание и ремонт общего имущества, при том, что у них выручка 3 миллиарда в год в многоквартирном доме, что наносит ущерб зданию, нарушает права и интересы других собственников. Так а почему собственники-то не подают в суд? А где доверенность от собственников и нанимателей помещения в многоквартирном доме? То есть они ссылаются на права третьей стороны. Ссылаются на гражданский кодекс, жилищный, гражданско-процессуальный кодекс и налоговый причем-то тут. Пытаются сэкономить 461 рубль почти на госпошлине, которую они уплатили за судебный приказ. Ну и дальше взыскать некие коммунальные и прочие услуги, а также за содержание и ремонт жилого помещения. И указываю счет 407. Не специальный счет, согласно законодательству, а некий 407. Благотворительность. Иск подписан неким представителем ГА Матюшенко. Это квитанция об оплате госпошлины. Старая за судебный приказ от 25 августа. Это новая от 18 декабря. Это выписка из ЕГРН, ничем не заверенная ни кем. Это продолжение, тоже ничем не заверенное ни кем. Это копия свидетельства о регистрации права, в реестре прав. Заверено неизвестно кем. Доверенности тут нету, не приложено на него. Это старое определение короля Елены Петровны по отмене судебного приказа, якобы судебного. Какие-то непонятные таблицы с какими-то суммами сами себе заверили. Здесь вообще какая-то матрица непонятная, что к чему. Опять же, сам себе заверил. Здесь тоже непонятная какая-то таблица. А также они прикладывают отчет об отслеживании отправления. Якобы они иск отправили 18 декабря. И прикладывают вот такой отчет, что оно ожидает адресата в месте вручения. То есть 19 декабря поступило на почту. Я был сегодня на почте, мне никто об этом ничего не говорил. То есть они даже 30 дней не дождались, сразу подали иск. Через 3 дня. Это квитанция. Это опись. Ни расшифровки, ни по доверенности, ничего не написали. Кто отправил, не ясно. Какой-то список домов приложили зачем-то. Какие-то ключевые ставки для чего-то. Устав общества зачем-то. Кстати, согласно уставу, срок полномочия директора составляет 5 лет. А его назначают сроком на 3 года. То есть это временный директор получается, так? А вот та самая доверенность на Матюшенко Григория Александровича. Доверенность тоже ни о чем. Заверено каким-то третьим лицом Вадягшина. А вот постановление председателя сургутского городского якобы суда Кузнецова, где он отправляет король Елену Петровну в отпуск с 14 декабря по 10 января. Если вы помните, видео победы живого мужчины в суде РФ вышло 16 ноября. Через 3 дня я выпустил разъяснение к видео. И в этот же день король Елену Петровну отправляет в отпуск. Как это понимать? Наказали Елену Петровну? Или с глаз долой? И все дела передают Амельченко Татьяна Романовна. Само дело вроде как прошито, но ни печати, ни росписи, ни склейки, ничего нет. Просто ниточка. Развязал-завязал, добавляй что хочешь. Ну и вот такое уведомление я им оставил, что без оборота на меня, без ущерба, без акцепта, живой мужчина хозяин на меня Антон. С материалами по гражданскому делу ознакомлен частично, количество листов не указано, дело не прошито, не скреплено печатью. Время день 11 месяца января 2021 года. Потом сходил на почту, увидел в почтовом ящике такое извещение, заполнил его, без ущерба, без акцепта, без оборота на меня, персона не найдена, живой мужчина хозяин на меня Антон. Ну и та самая печать, которую я восстановил. Вот так заполнил уведомление, персона не найдена, без ущерба, без оборота на меня, без акцепта, живой мужчина хозяин на меня Антон. Слова получил, подпись, фио и фамилии и инициалы персоны зачеркнул. Само письмо выглядело вот так, на просвет я его посмотрел, там было именно исковое заявление, копия. Ожидает оно с 4 января на почте. Что я сделал? Перечеркнул, написал, поставил печать, написал, персон не найдена, без ущерба, без акцепта, не акцептую, без оборота на меня, вернуть отправителю, нет контракта. Ну и закрыл эндосаментом, живой мужчина хозяин на меня Антон. С обратной стороны тоже самое. И отправил. Вот таким образом. Заполнил заказное уведомление, вот таким образом. Отправлял вместе с описью. Попросил обязательно прописать номер отправления. Ну а в конце написал, живой мужчина хозяин на Антон, ни подпись, ни роспись не оставил. Приняли. Квитанция об отправке, номер отслеживания. Можете сами проверить по трек номеру данное отправление. Оно уже зарегистрировано в почте. И выглядит оно следующим образом. Живой мужчина, хозяин имени Антон. В общем, что в итоге. Король Елены Петровны отправили в отпуск. А управляющая компания, как только узнала об этом, в отпуск ее отправляют 14 декабря. Они тут же, буквально, видать, до них доходит информация. И они 18 декабря это все уже регистрируют. То ли договориться не удалось, то ли Елена Петровна сказала, все, хватит. Мне такие уроки больше не нужны. В общем, они все перевели в упрощенный режим, без участия сторон. И получается, сейчас надо заниматься писаниной, в течение 10 дней подготовить все эти бумажки. Но возражения можно досылать. В общем, вот это реальный прецедент был. То, что они мне пытались вот эту подписку вручить, заставить подписать. Ну, не получилось. Говорит о том, что они реально опасались, что я что-то сделаю с этим делом. Ну, скорее всего, что-то успею написать там. Или крест поставлю. Я не знаю, чего они опасались. Я никогда не портил никогда никакие документы. Скорее всего, они опасались именно индосаммитной надписи. Потому что можно ходить, как я, и устраивать там вот такие вот видео-уроки. А можно просто индосаммитную надпись поставить и все, и не ходить никуда. И у них все равно ничего не пройдет. В общем, ссылку на материалы дела оставлю в описании к видео. И если вы ее откроете, то не надо тыкать по самим документам, вот по этим названиям. Нужно нажать вот сюда, в правом верхнем углу, кнопочка скачать. Вот когда скачаете, разархивируйте, а вот тогда можете тыкать. А так вот у вас ничего не получится. Всем благодарствую. Следите за новостями. Все, поехали. Приглашаем в отпуске. Здравствуйте. Я бы хотел пройти, я ознакомился с материалами дела. Кто приглашался? Сейчас. Я отправлял три дня назад. Изъявление, ознакомление с материалами дела. Три дня прошло, уже должны обязаны познакомиться. Какой участок давали? А? Участок какой-то давали. Десятый. Пять-пять-пять-пять-пять. Здравствуйте. Это за выходные почта, что ли, пришла, да? Это еще не все. Это за 11 дней, да, накопилось? Здравствуйте. Здравствуйте. Ознакомление с каким делом? Гражданское дело. Амельченко. Амельченко. На шестой участок. На шестой? Шестой. Они связывайтесь с шестым участком, с секретарем шестого участка. А как? Они рассматривают риск в отношении вас. Можно пройти? Не знаю. Я могу пройти на шестой участок? Не знаю. А? Ознакомление с материалами дела. Подходили к вам? А? Да, сказали, шестой участок хватит. Подадим. Жду. Что, вот этот режим самоизоляции, так называемый, не собирается с ними? Да. До особого распоряжения. Оно будет, нет? Ничего? Стопов нет, никакие. Сколько можно издеваться над людьми? Я хочу мимо рамки пройти, обычный металл-детектер. Можете досмотреть? Законим, не знаю. У вас справочка у меня нет. А? Справочка нет, слушай. Ну, это дело добровольно. Да, да, да. У вас конструкция написана. Я не отказываюсь от этого металла? Только я... Воните, они вынезли. Я хочу, чтобы ручным осмотрели. Я уже проходил так. Меня досмотрели вот именно ручные. Только здесь? Я же уже проходил мимо. Вот здесь пройдите, подождите. То есть вы так не будете делать? Так? Так не будете делать? Как делать? Ну, ручным. Я не хочу через рамку проходить. Обязательно. А? Обязательно. Обязательно? Я жду, пока человек выйдет. Ко мне? Я хочу без маски пройти. Под принуждением, под вашу ответственность. Без документов никак? Второй этаж? И в четвертом зайдет? Зайдет. Вот это пауэрбанк, вызывает рак и разрушает кости на одном из городообразующих предприятий заставляли носить. Народ начал жаловаться. Турчение в горле, дышка, повреждение легких. Благодарствую. Четвертый этаж, 405-й. Здравствуйте. Мне нужна Татьяна Романовна. Здравствуйте. Здравствуйте. Ознакомься с материалами дела. Кто? Я живой мужчина, хозяин имени Антон. Ну, фамилию скажите. Фамилия персоны Булгак. Хорошо. Ожидайте в коридоре. Жду. Благодарю. Это не я. Живой мужчина, хозяин имени Антон. Ага. Ну, я поняла. Смотрите. Вы заявление на ознакомление не писали? Писал. Писали заявление на ознакомление. Отправлял по электронной почте. А вы когда отправляли? Три дня назад. Так. Ну, смотрите. Вы направлены на новогодние праздники. У нас только почта сегодня зарегистрирует ваше заявление. Потому что нам оно пока еще не поступило. Нет. А в чем проблема? Дело не готово или что? Нет. Дело готово. Просто мы не можем сейчас... Так давайте я сейчас напишу с руки. Ну, вы сейчас напишите... Я могу задним числом написать. Нет, нет. Вы не понимаете. Вы сейчас запишите, но судья... Я не понимаю. Вы мне отказываете в ознакомлении с материалами дела? Понимаете, ваше заявление еще судей не поступило. Она должна принять решение ознакомить вас с материалами дела. Так это же дело десяти секунд. Ну, я понимаю просто такие требования. Требования кого? Татьяна Романовна? Нет. Понимаете, просто на ваше заявление нам даже не поступило. Так давайте я сейчас напишу от руки. В чем проблема? Ну, оно же должно еще пройти время, чтобы рассмотрено было. Прям тут же рассмотрит, резолюцию наложит там две секунды и все. Как не происходит? Не, вы можете сейчас написать и нам передать, но это будет не сейчас. В смысле не сейчас? Ознакомиться вы сможете не сегодня. Почему? Вы же сказали, дело готово. Ай, сейчас секунду. Ай, сейчас секунду. Оточните, пожалуйста. У меня времени нет, чтобы бегать сюда по три раза. Пока на 108 под меня спуститесь, напишите заявление. 108 это что? Это специалист. Ну, они же равно к вам сюда поднимут. Ну, поднимут, напишите у нас заявление внизу. То есть специалист должен штамп поставить. Так, может я там штамп поставлю и сразу к вам? Не, ну вы напишите заявление, если вам штамп поставят, поднимут. Так, тогда номер дела мне напишите на бумажке. 108, да? Да, 108. Ага. Благодарю. Это что, 108 кабинет закрыт, да? Прием в кончилерии не ведет. А мне сказали, что с шестого участка сказали сюда прийти. Здесь заявление написать. Как быть? Пишите, я не знаю. Им обратно поднимитесь. Да что такое? Что за футбол? Они вообще-то не работают. А ручку, бумажку можно лист? Чистый лист можно? Угу. Благодарю. Девушка, а вы же секретарь, да? Нет. А что вы хотите? Так, а мне шестого участка прислали сюда, отправили сюда, сказали, что это нужно написать заявление на ознакомление с материалом дела в улице Ленин. И чтобы у вас зарегистрировали штампик, я туда отнесу и все. Меня знакомят. Угу. 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 Короче, тут футбол начался. Отправили вниз в 108 кабинет написать от руки. Вот написал. Сейчас зарегистрирую обратно туда. Ваше заявление об ознакомлении с материалом дела вы направляли в проектированную почту. Восьмое число. Все. Ваше заявление уже принято. Нет. Я им то же самое сказал. Они говорят, нет, пишите от руки, регистрируйте. Нет. Все. Они просто не знали то, что поступило. Так я им объяснял три раза. Ну, заявление поступило. У вас пятьдесят. Размотка заявления. Вы звонили что ли? Я позвонила, я просто посмотрела на почту. Нет. Вы с ними созвонитесь. Ну, что мне сейчас опять туда-сюда. Вот они. Вас пригласят познакомить. Нет. Мы договорились, что сейчас меня ознакомят. Просто сказали, вот надо вот такую формальность, что у вас зарегистрируют. Почта что ли? Да не, мне быстро зарегистрируйтесь. А вы курьер, да? Да. Этот, ЕМС что ли? Да. Не созвонились? Не созвонились? Позвонились. А, вы распечатали, да? Три раза разъяснил. Так у вас десятый участок? Вообще по адресу десятый. А они замечали? Ну, наверное, я не знаю. Король Елена Петровна не захотела второй раз встречаться. Все. Здравствуйте. Вот скоро будет дело веков? Да, у меня услышали. Да, у меня услышали. Придела, я вас не заплачу. Да? Мы готовы, мы вас ждали. Только мне сказали – ожидайте, я не приглашаю. Да, присаживайте, если мы приглашаем. Сейчас приглашаем. Выходите. Сейчас пригласим вас. Не знаю, что-то уже... Ну, все порешали. Сейчас, говорит, пригласим. Вот уже минут пять, все никак не приглашает. Не знаю, что ли что-то замудрить решили. Короче, жду, пока пригласят. Там внутри уже пристав появился. Ну, в этом кабинете. Татьяна Романовна без маски была. Сейчас маску одела. Такая улыбается, смотрит на телефон. Ну, в общем, это... Жду, пока пригласят. Говорят, дело готово. Ожидайте. А что ожидать? Не ясно. А, вот все, пригласили. Что такое? Видеокамера. А? Что видео показать? Ну, открыть. Что открыть? Телефон. А что это, запрещено? Законно? Снимать запрещено. А с чего вы взяли, что я снимаю? Ну, вы любитель. Любитель? Да. А вы не любитель? Надо на меня направить камеру. Почему? Потому что нельзя здесь снимать. А кто сказал, что я снимаю? Ну, все положите. Где я собирался положить? На меня не надо его. Где я собирался положить? Здесь мне надо снимать. Это понятно? А что вы переворачиваете? Камера же на меня направлена. Я вам говорю, здесь съемка запрещена. А с чего вы взяли, что я снимаю? Я вас предупреждаю. О чем? О, запрете съемки, видеосъемки, фотофиксации. О каком основании? Я вам потом ниже объясню, какое основание. Как? Ниже? Ниже. Тогда спустимся, я вам правилом подведу вас. Документы. Если вы их не знаете. Подведете? Ну. Провожу. В смысле? Это что, угроза, что ли? Да какая угроза? Я говорю, покажу вам, где написано. Вы говорите, какое основание. Если я захочу. А не по вашей воле. Вам нужен документ персоны? Да. Вот, документ персоны. Без оборотов нет. Я могу копию сделать? Нет, конечно. Хорошо. Был Гаков Антон Николаевич. Так, а можете перевернуть? Зачем? Место регистрации. А зачем? Что, без регистрации никак? Нет, если не желаете. Не желаю. Хорошо. Так, расписку запомните для начала о том, что вы предупреждены за посту. Дело. Чего? Ознакомьтесь. Я тогда сфотографирую эту расписку. Сфотографирую. Хорошо. Хорошо. Все, передаю в целости и сохранности. Ознакомьтесь. Ознакомьтесь полностью. Все. Все. Благодарствую. Возвращаю в вашу коробочку. все в порядке, в целости и сохранности ничего не поровну, все целое благодарство до свидания, Татьяна Романовна штука, препятствия вообще то сходи в 108 то напиши, то не получили то какая-то подписка головную статью сейчас пытались менять типа сам, на, распиши, что ты предупрежден в уголовной ответственности запорчил в смысле, я первый раз такую подписку вижу реально, у меня больше 20 заседаний было, не только здесь но и в Екатеринбурге, там, в Ревде в разных городах наверное уже ну, бывает там подсоют, там какие-то типа права разъяснены, там все дела но вот, чтобы об уголовной ответственности просто предупреждали, такое впервые это что такое? пришел знакомиться с материалом дела заехал по уголовке, что ли? все, я ознакомился, благодарство до свидания нет, все, ознакомили ой, блин, забыл Елене Петровне зайти ну, ты что сюда шел-то вообще? ой, е-мое сейчас самое главное да они меня там, это, заболамутили на это, решили подсунуть сначала, короче ничего не знаем, дело не готово мы, короче, только первый день работаем короче, уболтал, они говорят я говорю, я прямо сейчас напишу иди в 108-й пошел туда, они говорят, мы вообще не работаем кабинет закрыт короче, это, написал а что писал-то? а? ну, воле заявления, ознакомление с материалом дела а то не дошло а, то на 10-й час дошло ну да, они еще тут тоже переиграли я говорю, на 10-й они говорят нет, у вас на 6-й и все такое короче, добился, что меня пригласили захожу, там сидит этот, Герасимов начинает у меня телефон это дергать покажи, включи, не направляй на меня все смотрят да выиграет любитель и, короче, тут же подсовывает это, подписку, что, типа предупрежден об уголовной ответственности запорчу, там, рвание, короче, материалов дела я говорю, вы что, я не буду ничего это подписывать? они говорят, вы отказывайте я говорю, я не хочу нет на то моей воли ну и все, он дело забирает, уходит я говорю, э, куда? стой короче, опять к Тамаре, к Татьяне Романовне та дала добро, короче, без расписки все, меня ознакомили, короче Герасимов ушел, другого пригласил нормального, того да пустышка почти, меньше, чем на судебный приказ то же самое все приложили липовые доверенности и какие-то там расчеты свои индивидуальные ну смотри, как боятся под подписку, типа сначала не хотели знакомить, потом подписку так подписываться ты будешь где? ну там прямо написано, подписка я такой-то, такой-то ну каков Антон Николаевич ну я же не буду так писать ну и все хотела копию с паспорта снять хотела это говорит, поверните, я хочу прописку вашу посмотреть я говорю, а зачем? ну если не хотите, я говорю, нет, не хочу нет у меня, скажи прописку они боятся, что у меня там регистрации не будет понимаешь? им тоже интересно, снялся у нас регистрации или нет? ну ладно, это что? ну да, Булгаков нужно применять им не нужна, нужна персона ну вот ну интересно, интересно с каждым разом все интереснее, интереснее да, с каждым разом ну да, с каждым разом все интереснее